Как вы думаете, для чего я положил это в кадр? Правильно, для того, чтобы вскрыть посылку. Давайте перейдем к вскрытию. На этих выходных мне приехала вот такая замечательная посылочка из Уфы от компании Иробисшоп, которые будут, собственно, спонсорами сегодняшнего выпуска. Давайте вскроем, что же это такое. Надеюсь, это не бомба. Судя по запаковке, тут вообще золотовалютный резерв целых наций находится. Итак, а, вам же не видно, да? Оп, что же это такое? Ну, вы должны были знать, что это велобаул. Вот какой-то замечательный велобаул, который шьют уфимская фирма Якуд. Рюкзак модели называется Cadence 6095. Ну, соответственно, 60 и 95 – это максимальное и минимальное значение объема баула. Он регулируемый. Давайте первое впечатление о товаре. Он такого темно-синего и желтого цвета. Очень позитивной раскраски, который будет заметен. Внутренняя часть сделана из тезы. Та часть, которая ложится на багажник и может тереться об колеса. То есть это грань повышенной прочности. Это очень хорошо. Снизу тоже теза. В комплекте идут лямки для переноски рюкзака на плечах. Верхний карман отдельный от общего отделения, внутри которого находится карман на молнии сеточке. Вот он. Для всяких там, например, документов или важных мелочей, которые должны быть всегда под рукой. Дальше у нас идет откидывающийся клапан. В самом клапане также есть еще один карман на сеточке. Для еще одной кучи мелочей бесполезной. Или полезной. Все зависит от вас. Также здесь есть какой-то утягивающийся, да? И есть фиксатор всех вещей, чтобы они еще дополнительно не растряслись. Внутри рюкзака нас ждет море интересного. Например, еще одна молния на дне. Ну, да. Относительно, если загружать все сверху, молния на дне. Учитывая расположение и жесткость конструкции, смелюсь предположить, что это молния для того, чтобы можно было достать в случае необходимости пенку, которая является, по сути, ребром жесткости. Да, вот он, кусок пенки, который можно в случае необходимости достать, заменить или совсем при острой необходимости, например, сидеть на нем. Ну, спать на нем, конечно, мало будет, но что-то одно вы сохраните, например, почки. Еще очень удобно то, что вот здесь вот там внутри находится пенка. Произошла у нас такая ситуация, что один из участников забыл свою пенку, и нам одну ночь пришлось спать, вытащив пенку из этого рюкзака. И, как бы, чтобы почки остались с хозяином, это офигительное решение, зачет огромный. Но есть один недостаток, о котором надо помнить. Эта пенка накапливает влагу. Она, тыза, защищает только от снаружи внутреннюю часть. Соответственно, если сверху попадет вода, пенка напитается водой, и пока она полностью не высохнет, у вас все внутри будет мокрое. Это важный момент. Но хочу сказать, что в комплекте изначально рюкзак идет без дождевика. На него совершенно спокойно налезает дождевика от фирмы снаряжения. Без всяких проблем фотку вставлю. Внутри никаких креплений больше нет. Все основные швы, они прошиты дополнительно стропой, усилены. Это очень хорошо. Давайте рассмотрим внешнюю часть. Изумительная скатерть изумительно уехала. Итак, снизу есть множество непонятных, на первый взгляд, креплений. Например, система... Черт побери, что это? Объясняю по порядку. Лямочки, которые есть с двух сторон от штамин, служат, собственно, для этой цели. Вернее, не лямочки, а ручки. Вот. Просто для того, чтобы перенести куда-то, в случае там необходимости, вы отсоединили от багажника баул. Очень удобные лямки для переноски, когда требуется снять, например, баул, или куда-то унести, если это недалеко. За них они длинные, за них удобно держать, при этом они уложатся на багажник так, что как бы вообще не мешают, и никуда не цепляются, никуда не попадают. В этом плане рюкзаку зачет. Это очень удобно. Также есть крепление для притягивания рюкзака к багажнику с двух сторон. Единственное, что мне не очень понравилось в данном решении, дизайнерском, да, это нахождение вот этой вот пряжки. У меня на Иберовском багажнике пряжка не позволяет заправить нормально стропу. То есть для того, чтобы пристегнуть штаны к багажнику, приходится либо очень сильно заморачиваться, либо просто использовать вот эту утяжку. В принципе, это не проблема, но вот с точки зрения конструкции, мне кажется, стоило бы чуть-чуть удлинить стропу для этой пряжки. Но это не самое страшное. Это, ну, а в принципе, вполне себе можно эксплуатировать. А, ну еще забыл сказать о внешней части, да. Есть открытый карман на боковой части, наружной. И есть два кармана под двухлитровые бутылки. Сзади они будут находиться. Также есть на обоих карманах крепления под фонарики, светоотражающие стропы спереди и сзади. Нет, не спереди, сбоку и сзади. Утягивающие стропы на боковинах. Также спереди на одной из штанин, на левой. Есть кармашек. Я так подозреваю, что здесь это тоже должен был быть кармашек. Ну, судя по всему. Но он пришит. Хе-ге. Ну да. Потому что здесь кармашек со сливом есть. А вот здесь вот он, кармашек такой. Правда, я не понимаю, на хрена. А здесь его нет. Так что либо здесь пришили правильно, а здесь неправильно, либо здесь пришили неправильно, а здесь правильно. Надо будет разбираться по ходу. Нижнюю часть нужно тоже заправить в крыло. Но, как мы видим, здесь ничего не наблюдается. А вот нет. На самом деле наблюдается. В специальном хитром кармашке прячутся пряжки. На передней части рюкзака есть вот такие вот крепления, которые позволяют держать штанины соединенными к месикам. На второй части этого кармашка есть такая хитрая система. Единственное неудобное, кармашки маленькие. Вот в данном случае, в этом кармане, в отличие от этого, тяжело доставать. Я, кстати, не знаю, как должно быть. Я говорил, что здесь вот пришито, здесь не пришито. И вот доставать отсюда пряжку существенно удобнее, потому что ее можно подпихнуть. Вот здесь ее, конечно, доставать сложнее, но мелочь бывает. Так вот, для чего нужна вот эта конструкция? Это нужно только для одной простой вещи. Для того, чтобы когда вы переносите рюкзак на спине, у вас штанины не выполняли роль крыльев. В принципе, очень грамотное и логичное решение. А также очень хорошая фурнитура. Также есть стропа, пряжка, вернее, которая находится на передней части штанины. Вот рядом с кармашком. Теперь давайте рассмотрим удобный ли ям. Я их специально достал отдельно. Они пристегиваются. У них очень хитрая конструкция. На покупных рюкзаках, таких вот, белобалух, я еще подобной конструкции не встречал. Она состоит из мягкой части, причем часть даже немножечко геометрическая. И у нее есть еще пряжка. Пряжку мы стегиваем вот сюда, в верхнюю часть. А нижнюю заправляем в воронье крыло. Пряжку. Что позволяет нам сделать одну очень важную деталь. Пряжка, в отличие от других аналогов, не будет давить вам на плечо. Вот. Но это не все, что прячется. Вот. Теперь он не развалится. Давайте проверим, насколько это удобно. Здесь подтянем, да. Здесь тоже регулировки, которые позволяют, если что, клапан приблизить к затмону. Ну, вот без утягивания регулировок верхнего. Это, конечно, проблематично. Давай теперь утянем. Ну, как бы это сказать-то. Вот по ощущениям я, конечно, не носил его несколько часов. Но взять какой-нибудь перевал, это реально самая удобная система подвески для плеч, что я встречал у велобаулов. Вот. Вот я эксплуатировал пик и конникс. Они даже рядом не стояли по удобству вот с этой конструкцией. Однозначно. Так же на задней части рюкзака есть стропы, которые позволяют регулировать общий объем баула. Вот, спереди и сзади. Вот эти стяжки, как уже было видно на видео, да, они, по идее, предназначены для утягивания клапана. Но на самом деле, вот лично для меня очень удобно сюда вешать пенку. Это просто потрясающе. Удобно, не мешается и как бы хорошо держится. Сверху пришиты вот такие вот замечательные фурнитуры, кусочки, да, полукруг, блин, я не знаю, как это называется. Короче, вот такие вот замечательные хреновины, с помощью которых можно привязать резинку или веревку, как вам удобнее, и возить пенку. Открывается рюкзак от седока назад. Вначале мне очень показалось неудобным то, что клапан открывается от седла наружу. То есть, для того, чтобы его открыть, например, вот так нужно сделать. Но с другой стороны, я потом понял удобство, потому что это позволяет свободно залезть внутрь, и седло не мешает. То есть, с точки зрения клапана это удобно. А вот с точки зрения молнии, которая находится в верхней части клапана, мне это показалось неудобным. Потому что у меня седло такой высоты, что молния мешает открывать, открыванию. Но, в принципе, наловчившись, это тоже делать не особо проблема. И опять же, это позволяет как бы в полной мере добраться до всего содержимого без особых проблем. Если бы молния открывалась в другую сторону, часть бы объема кармана была бы в не очень удобном доступе. Так что, в данном случае, очень правильное конструкторское решение, которое на практике оказалось очень удобным. У меня просто есть карманы на всех покупных. Они открываются в сторону седла, и это неудобно. А вот здесь зачет. Также, по минимуму, присутствуют молнии. Собственно, их три всего. Да, нет. Я же вас обманул по количеству молний. Одна, которая верхняя, две внутренних, три вместе с донной, и еще две на карманах. То есть, соответственно, получается пять, шесть молний. Да, шесть молний на рюкзак. Из них постоянно рабочие, по сути, будут только четыре или пять. В зависимости от того, будете ли вы регулярно пользоваться внутренними сетчатыми кармашками. А донная, ну, скорее всего, вы будете редко пользоваться. Все остальное, грязевые фастексы. Вот они. То есть, они рассчитаны на грязь специально. Также у данного баула отсутствуют утяжки штанин к стойкам багажника. Но, учитывая его геометрию и жесткость вот этой части, это вообще не играет никакой роли. Он не болтается влево-вправо, поэтому с этим можно даже не заморачиваться. Это, во-первых, лишние стропы. Ну, и лишний вес, но вес фигня, стропы лишние. И работать они, на самом деле, не будут. Поэтому в этом плане нижние утяжки не нужны. Единственное, что не понравилось, это вот то, что она развалилась. Пряжечка одна. Фотография сейчас будет, но эта мелочь заменяется очень легко. Бывает. Я долгое время эксплуатировал бау, который был сделан своими руками. Который меня полностью устраивал. Но, попробовав каденс, я понял, что тот бау, который сшит самостоятельно, меня уже не устраивает по некоторым параметрам. На данный момент каденс лучший бау, который я использовал в велопоходах. Так что всем походникам советую обратить внимание на данную модельку. Бау можно заказать в Уфе. Доставка есть по всей России. Ссылка есть в описании. Настоятельно рекомендую посмотреть. Там, кстати, не только этот бау присутствует, еще другие вкусняшки. Бегом по ссылочке. Ну, а я Алексей. Рассказываем друзьям, подписываемся, заказываем у нас рекламу. И хороших вам походов. Бай! Субтитры подогнал «Симон»!